яркость светодиода вы втихаря записываете он здесь показывает что он записывает а здесь светодиоды выключены всем привет дорогие друзья вы на youtube канале macari pro сегодня я макарий и сергей расскажем вам максимально всю подробную информацию о петличной системе ни джай и будем томить поехали итак друзья первая система на которой прямо сейчас записывается звук эта система комиков сергей просто может прокомментировать про данную систему комика является достаточно бюджетной системой за свои деньги это соотношение цена-качество к плюсам можно отнести данный приемничек для телефона но тут же есть минусы он покупается отдельно и стоит он недешево у нее есть специальные переходники lightning и переходник type-c то есть вы покупаете телефону либо одну петлю либо 2 за комплект с двумя петличками вам придется отдать 20000 рублей за комплекс одной петличкой вам придется до 10 тысяч рублей и также есть отдельные комплекты и три с половиной миллиметра когда вы вцепляете их в камеру то есть вот эти все петлички взаимозаменяемые огромное преимущество что я потерял там одну-две петлички им вот эти петлички которые предназначаются для телефона мы их синхронизировали с передатчиком который находится три с половиной миллиметра то есть эта система друг друга понимает вот у меня такое положительное мнение они да это бюджетная экосистема работает она весьма неплохо но если вы захотите подключить телефон вам придется докупить один вот такой вот приемчик который обходится довольно таки дорого если же у вас не дай бог поменялся телефон то есть вот как например мы если мы меняем систему с айфона 14 на iphone 15 то lightning система вам придется перед закупано то есть для того чтобы можно было описаться на любом телефоне это уже придется по два приемника по 10000 рублей самый главный минус этой системы это отсутствие регулировки громкости в моменте когда вы записываете то есть если вы находитесь на телефоне вам приходится подключать гарнитуру и обязательно нужно слушать потому что перегрузы здесь достаточно мощные и без наушников вы действительно их не услышите мы вот на святом духе действительно снимаем просто на доверии еще и в моно режиме я тоже люблю рисковать но на это все сделано для того чтобы услышали качество диджая следующие у нас на очереди петлички это серомоник ох соромоник это они из моих любимейших петличек свое время были когда другие производители только заходили на рынок цифровых систем они зашли и полюбились мне за свой минимализм и достаточно хорошее качество звука однозначно у них именно обработка голоса из самой петлички она самая приятная то есть вы на пост продакшене когда их открываете у вас уже приятный звук нету никаких шумов и все прям 8 по красоте но время идет технологии все совершенствуется все-таки сейчас диджай куда мы скоро придем очень приятно удивляет мне почему системы это понравилось потому что это сразу powerbank то есть это действительно удобно и это одни из первых петличек которые есть действительно с power bank of каком-то коробочку то есть вы их положили они отработали через два часа зарядились вы на следующем приехали открыли и пошли работать второй плюс качество звука действительно все супер все все отлично минусы этот кусок говна ломается вот все она сломалась мне приходится 15000 рублей давать за ремонт я не буду этого делать все до свидания сказал вот петличка она больше работать не будет это самый главный минус вот эту систему я менял тоже два раза 10 тысяч за ремонт отдал я больше за этот кусок говна платить деньги не буду все это устаревшая модель я не хочу с ней связаться хорошо что у меня на запасе была комика потому что если бы не комика меня бы сильно подставили на съемке мне пришлось бы возвращать деньги за то что я не отснял материал комиков спасла а вот эту вот историю тем более с пломбами с ремонта я так полагаю да вот уже забыли говорим с ремонику до свидания и приступаем самому величию конечно же это не джай я уже успел сегодня съездить на съемку но сначала хочу чтобы сергей ты рассказал про них у тебя сейчас на данный момент такая система стоит правильный прямо да у меня несколько приемных но несколько а где второй да я имею два комплекта данных диджай петличек и безумно им рад потому что у меня довольно таки много съемок и бывает когда нужно записать четырех там спикеров одновременно диджай позволяет это сделать без ущерба и не боюсь потери то есть ты сразу пишешь в петлю конечно об этом сейчас поговорим самое главное отличие от новой системы допустим если в стране с g4 где уже 4 вот этот булыжник которого вставляется парочку батареек это все по мне тяжело и неудобно плюс для того чтобы записать качественный хороший звук тебе нужен рекордер а это все костыли помимо того что g4 сами по себе огромные еще нужно подключить к ним рекордер который стоит дополнительных денег и он большой громоздкий и тоже неудобно это же экосистема вот приемник вот передачи и все при этом если вы часто снимаете какую-то репортажку вы работаете со стабом если вы прикрепите вот этот приемчик у вас стабилизатор не обязательно перекалибровать потому что он весит реально легкого по весу 40 50 вам даже менять настройки вашего стабилизатора не надо она действительно очень легкая я отмечу сразу посмотрите какой дисплей вы просто посмотрите какой сенсорный приятный дисплей мне что нравится это пикинг когда мы останавливаемся и не говорим он фиксируется и еще какое-то время ждет и это такой неплохой плюс где показывают что у вас нету перегрузов дальше смотрите все настройки моностерео режим да вы все это можете включать здесь автоматически здесь или так много настроек и вам ну в течение 10 минут можно в этом разобраться на самом деле компания диджай продумала все до мелочей он очень интуитивно понятный когда мы смахиваем сверху вниз открывается такая шторочка где можно выбрать доступные режимы и по-быстрому настроить передатчик и приемник непосредственно с одного устройства вам не нужно подходить и настраивать частоты не нужно настраивать громкость самого передатчика нужно все настроить с приемника добавили такую полезную фичу как моно безопасность если вы пишете какой-то статичный звук один спикер в кадре либо забираете звук с площадки можно включить моно безопасность и у вас звук будет перестрахован вы не получите перегруза так он приводит петличку в стерео режим и в стерео режиме он пишет на левую дорожку тот уровень звука который вы выставили а на правую дорожку он пишет на 12 лиц белл ниже что позволяет вас спасти на пост продакшене и у вас не будет перегруза хотел наверно заострить внимание на внешнем виде потому что они изготовлены из очень приятного софт-тач пластика который тоже не ощущается как таковым пластиком он очень приятный на ощупь матовый и не оставляет следов на корпусе это очень приятно то есть это действительно инновационный продукт который как и полверно среди телефонов друзья еще одна главная особенность потрясающая посмотрите это powerbank он такой миниатюрный не то что в сарамонике такая здоровая бандурина сколько он может держать заряд если не ошибаюсь заявлено производителем до 18 часов то есть в каком режиме вы вытащили петличку она около 6 часов от работала вы вставили до полного заряда то есть таких 3 зарядных цикла и еще одна потрясающая функция ее можно включить и можно выключить можно включить режим когда ты достаешь петличку и она сразу автоматически включает запись звука то есть эта петличка записывает отдельно звук и с помощью тайп си устройства и вы можете перенести звук отдельно на компьютер и вы можете писать сразу и в устройство ну там в мобильный телефон либо в камеру и сразу внутри петлички таким образом вы полностью страхуетесь от различных перегрузок если вы даже за этот момент боитесь вы включаете безопасный режим и вы полностью обезопашены стоит отметить что непосредственно сам приемник можно записать до 15 часов материала то есть когда вы вытащили петличку замоторились она начинает циклично писать дорожки разбивая их по 20 минут в случае того чтобы не потерялся материал бывает всякое просила батарейка на морозе или еще что-либо поэтому они сделали такую фишку что разбивается по 20 минут интервалами и способны записать 15 часов внутрь себя если же заканчивается место у них цикличная запись 1 файл перезаменит первый файл заменяет на более новый поэтому как правило форматировать перед каждой съемкой вам не нужно не стоит бояться о том что приехав на съемку у вас выдаст что нужно форматировать приемник а у вас прошлая съемка еще не забыка вы просто про это забываете еще смотрите самая потрясающая функция который я сегодня заценил вот здесь находится магнитик я его достаю теперь вам не нужно искать какие-то разные петлички какие то вот вы просто вот так взяли повесили и микрофон готов к работе он маленький не небольшой миниатюрный компактный и вот вот просто на магнит повесили казалось бы что может быть проще но почему-то комика до этого не додумался у нас здесь вот такая история крабик у нас до другие производители не додумались а диджай подумал и вот просто повесили и начинайте снимать ты пользуешься магнитом нет она что вешаешь на клипсу есть клипсы либо два дополнительных сар продается у сторонних производителей такой ремешочек чтобы можно было внутрь футболки закинуть как грубо говоря ожерелье некая тем более что не на всех съемках позволяется писать на голову петличку чтобы она висела стоит отметить то что здесь есть три с половиной джек под петличку но есть один большой минус почему-то когда используешь вот эти петлички с телефоном и вставляешь проводную петличку в приемник начинается что-то страшное он начинает свистеть и весь звук начинает бракованный там уже невозможно его исправить я не знаю с чем это связано возможно с последней прошивкой этого проблемы пофиксили к сожалению не обновился но тем не менее эта проблема есть и еще стоит отметить самый наверное большой минус для тех кто занимается мобильной съемкой вот не джай представляется в таком вот комплекте под горячий башмак и есть два у таких вот сменных адаптера под лайтинг и тайпсер но они довольно таки туго вставляются в свой разъем то есть очень туго очень очень неудобно это сделано даже как бы боишься очень боишься сломать и когда первый раз закреплял я думал что как это вообще возможно и здесь вот видно уже пластмасса я хотя раза четыре только надел тут уже видно как немножко пластмасса поехала вот сейчас вы увидите это на крупном плане вот но тяжело тяжело что вставлять действительно это минус для мобильных видеографов тут вставить большой минус потому что с горячим башмаком все продумали вы просто вставляете обратно приемник начатка как как происходит с башмаком то есть вы его надели и вы вставили в петличку как готовы да то есть вам не нужно доставать ее она может у вас постоянно здесь висеть а когда вставляем сюда какой-то коннектор для телефона то есть он вставили защелкнули он уже не встает то есть не продумали вот этот момент он не встанет и вам либо придется хранить его без кейса либо после каждой съемки вот прям усилием очень тугим усилием выдавливать вот этот вот коннектор но самый самый наверное с подляна со стороны и джайя они не продают отдельно вот эти коннекторы если не дай бог вы его потеряли либо он вас сломался все вы уже его не найдете и вам нужно будет либо через переходники адаптеры с джека все вставлять в телефон ну это такие от весюльки бурю которые никому неудобные либо искать комплект на замену но это один из до таких существенных минусов из плюсов также еще смотрите все сделано на тайп си в комплекте идет кабель юсб тайп си ставили в компьютер все пошла зарядочка там обновление что хотите дальше все то же самое с остальными петличками отсняли материал взяли петличку вставили тайп си вставили юсби перекопировали материал все пошли дальше мы почистили в этом удалили с флешечки и все и у вас комплект заряжается в автоматическом режиме то есть эта система живет своей жизнью и в настройках вы можете как я уже говорил вставлять автора сразу режим записи то есть вы как только достали петлички включится и внутренняя запись пойдет это достаточно удобная функция и еще смотрите лично я заценил три с половиной миллиметров такой небольшой кабель но он очень жесткий что позволяет его изгибать в любую сторону и на моих съемках сегодня пригодилась да потому что я не хотел его вставлять бы горячий башмак я его просто повесил но повесил так как удобно то есть вот этот кабель для меня был очень удобен хотя возможно это мелочь но для меня он действительно удобен не за пользуешься ли ты этим нет я к сожалению пользуюсь у меня на больших съемках обычно большие сетапы и очень много горячих башмаков то есть я стараюсь загреповаться по максимуму чтобы не меньше не висела давайте пробежимся по функционалу самого приемника когда мы достаем петличку она сразу отображается на экране с индикатором уровня звука если у вас две петлички соответственно это экранчик разбивается на 2 и показывает сигнал и заряд обоих петличек если мы по какой-либо сигнал проведем снизу вверх мы попадаем в такое мини меню каждого из приемников которым мы можем сделать форматирование носителя если это необходимо выключить звук то есть чтобы петличка не работала и непосредственно замоторить ее то есть при нажатии рек происходит сигнал петлички она включает непосредственно запись чтобы выйти из этого не нужно провести сверху вниз и мы возвращаемся на домашний экран когда мы проводим сверху вниз мы попадаем в общее меню до настроек который возможно вообще в данной системе где мы видим режим записи режим у нас три как мы знаем моно безопасный режим мода режим и стерео режим но важный момент на айфоне работает только моно режим возможно для покупателя это будет какой-то существенный недостаток далее у нас пульт усиление приемника в котором мы можем настроить в децибелах плюс или в минус и он повышает для обоих петличек сразу это сам приемник выходной сигнал для передатчиков есть отдельно отдельный сигнал по каждому бункт называется настройка передатчика при нажатии мы можем на передатчик включить фильтр высоких низких частот а то есть будут отрезаться низкочастотные шубы я в целом включая его всегда да немножечко съедается голос ну на постпродакшен заполучили сразу хороший чистый звук но я наоборот пользуюсь системой адоб подкаст то есть я выключаю фильтр высоких частот чтобы звук приходил мы с максимально оригинальным и после этого загиб его воду подкаст и он там уже с помощью искусства интеллекта делает свое дело функция есть в принципе она доступна можете включать можете выключать если вы не хотите париться то это удобно вы можете по факту отвести в проект уже готовый звук да и по факту с ним там практически ничего не делать да то есть также здесь есть дополнительные настройки усиления непосредственно каждого из передатчиков как он будет себя вести автоматическая запись это то чем говорил макарий когда вы доставить его из кейса он понимает что он только вышел из кейса и сразу включается запись полезно ли те кто но на самом деле я сначала сказал что мой вау классно но потом сказал серега включи он не включил и уже на съемках я понял что вот я ее только достаю и проходят минут 10-15 из-за того что я не понимаю сколько он продержится по батареи но я реально не понимаю потому что это новая система и мне становится стрёмно и выключаю в запе хотя бы еще отметить такую фишку этих приемников только вам придется для начала обновиться до версии 2 и выше проходим в конец настройки передатчика и здесь пункт называется яркость светодиода вот этот пункт когда они только вышли меня очень сильно бессил когда вы вешаете на спикера вот так он находится у вас с внешней стороны у вас светились светодиоды вот так вот очень ярко хай и когда особенно идет записи я вам сейчас покажу вот так вот когда идет запись они очень ярко светились краска что важно вытащить да да ладно яркость светодиода вы втихаря записываете беспалево записываете прикинь он здесь показывает что он записывает а здесь светодиоды выключены такой шпионский режим друзья я в шоке я бы не советовал выключать полностью выключать полностью нет если вы там не человек которому это очень надо понятное дело ну просто обычно запись должна всегда фиксироваться что она ведет ну просто такое по умолчанию правил а здесь есть режим где вы можете ввести скрыт эту запись и петличка блин просто висит а вот она вот у вас лежит не вы такие типа просто общаетесь о хо-хо и хэ-хэй это все фиксируется внутрь этого микрофона причем правильно что я понимаю она вот так вообще может лежать до чего дошло просто лежит вот так вот на столе типа ты хер и знаешь вообще что тут происходит что происходит и его на западу я в шоке по факту да реально можно шпионское устройство заявить об этом просто реально нету опознавательных знак что она записывает и ты причем кнопку нажал и сам ведешь запись и место главное не спутаться в режимах я бы перевел данный приемник в режиме светодиодов угол потому что в хай они достаточно яркие облог как раз и вы сможете посмотреть включился ли приемник идет ли запись но он не бьет по глазам ну соответственно в передатчике у нас разъем для наушников и разъем out для того чтобы вставить три с половиной миллиметра и перейти уже на камеру если мы снимаем слайдинг или с usb можем воспользоваться данными разъема ну что друзья и подходим мы к самому интересному это тест записи звука на данную систему выкину ну что дорогие друзья итак система диджай миг как вам звук сергей поговори пожалуйста просто я не понимаю пока разница пока мы не смонтируем для меня я точно также говорю мальчик раз-два смотрите я по индикаторам на приемнике вижу что звук идет без перегрузов все у нас пишется поэтому оцените качество звука скажите свое мнение сильно ли различается качество записи на комику и диджай комика является достаточно бюджетной системой за свои деньги это соотношение цена-качество либо диджай но здесь однозначно вы платите за безопасность потому что когда вы занимаетесь большими проектами и если не дай бог что-то случится со звуком это все это брак это фиаско то есть представляете съемочная группа там 15 человек собирается едут в какое-то определенное место у них только один дубль или одна возможность что-то заснять и тут у вас лагают петли что-то вылетает и вы в шоке не понимаете что происходит вот с диджай вы можете обезопасить себя на сто процентов чтобы у вас все пошло по плану хорошо и вы спали спокойно перед съемкой сергей говорит мне сейчас о том что мы недостаточно качественно и объективно провели тесты данной системы потому что приходит на минус 18 децибел камеру поэтому предлагаю прямо сейчас нажать кнопочку записи завибрировала и ты нажимаешь у себя и теперь уже я эту запись вот запись когда я нажала кнопочку запись я ее достану и вы сейчас прямо сейчас слышите тот звук который идет с записи возможно не отличаются как-то возможно они не отличаются вообще май чека 2 1 2 качество звука на диджай миг 2 расстояние примерно 15 сантиметров друзья но я просто хотел поговорить но кстати я заметил что звук почему-то стал громче не знаю ли мне может просто показалось может быть и такое вот но я что хочу сказать мне очень нравится данная система несмотря на то что у меня сегодня был первый выезд из минусов конечно же вот эти ломанные которые очень страшно надевать переходнички потому что на комике там все просто ты надел ты прям в карман и положил на дел где тебе угодно и не переживаешь то что он тебе поломать но мне нравится чехол мне нравится что они хорошо работают мне нравится режим кстати инкогнито это просто вообще пушка и мне очень нравится магнитики ну и мне понравилось что у экран у них тачскрин и это отдельное эстетическое удовольствие лазить по этому экрану максимально кайфовому и качественному ну и мне понравился провод три с половиной миллиметров когда я могу поставить его как угодно как мне нравится и он будет держаться и фиксировать местоположение передатчика за свои деньги я считаю что вот это лучшие петлички они стоят сейчас порядка 30 тысяч рублей за полный комплект из из двух передатчиков и приемника комплект из приемника и передатчика составляет там порядка двадцати тысяч рублей я считаю что отдавая 30 тысяч рублей вы просто отдаете эти деньги за безопасность последующем можно будет сравнить недавно вышедшие ларк макс и от холилэнда там они заявляют более качественное звучание все все тот же функционал это похожий форм-фактор но это уже в следующем выпуске что друзья вот такой полный подробно получился у нас выпуск я надеюсь мы ничего не упустили конечно же если у вас есть какие-то вопросы пишите в комментариях поддержите видео лайком но если видеоролик собирает 300 лайков то мы снимаем сергеем следующую серию такой вот простое задание ну и напишите пожалуйста какими системами пользуетесь вы и почему вы выбрали именно и с вами был на связи макари про с вами был на связи сергей всем пока увидимся в следующем выпуске пока пока